Приветствую! С вами ведущая и тренер обучающего интернет-проекта «Ветер перемен» Елена Литвиненко. Поговорим мы с вами о факторах, влияющих на восприятие человека при первом знакомстве. Существует статистика, что при первом знакомстве восприятие распределяется в процентах водка. 55% – это визуальное восприятие, 7% – это то, что вы говорите, и 38% – это то, как вы говорите. Таким образом, мы делаем вывод, что не стоит сосредотачивать всё своё внимание только на тексте своего представления. Нужно свою самопрезентацию обдумать со всех сторон, учитывая тот факт, что 55% – это визуальное восприятие, и 38% – аудиальное, но не текст. То есть принять меры для того, чтобы выглядеть внешне привлекательно. И изнутри, как бы вот это вот внутреннее состояние приобрести свободы, раскованности, уверенности. Я имею в виду вот именно выражение глаз, выражение лица, да, то есть то, что идёт изнутри, от внутреннего образа. Ну и, конечно же, каждого мужчину привлекает приятный женский голос. Помните об этом. Он не столько будет слушать то, что вы скажете, он будет слушать, как вы скажете, чтобы вас не переспрашивали бесконечно. Что ты там сказала, да? Вот, а вы еле-еле от новости так у вас ногу свело, язык еле ворочается. Поэтому очень желательно быть всегда наготове. А уж тем более, прежде чем вы идёте навстречу запланированную, очень желательно привести свои голосы, свою речь в боевой, как говорится, порядок. Если вы будете говорить вот на таком преддыхании, дыхая только плечами, верхним дыханием, ваш голос никогда не будет звучать глубоко, полноценно и достаточно громко. А если это встреча, знакомство, то понятно, что вы соблюдаете определённую дистанцию. То есть вы к человеку, в принципе, в его личное пространство ближе, чем на метр, не подходите, не садитесь и так далее. Человек, в принципе, при первом знакомстве, очень любой, почти любой человек психологически не хочет допускать никого в это самое личное пространство, на которое распространяется его биоэнергетика. Поэтому расстояние есть, дистанция есть, значит, вас должно быть хорошо слышно. От волнения взобут дыхание спёрло. Есть такое вот выражение. Так вот, если действительно человек вам нравится, если вы начинаете диалог, то вы должны позаботиться о том, чтобы у вас вот это вот дыхание не прерывалось бесконечно. Понятно, что внутри вы волнуетесь. Но снаружи этого не должно быть видно. Все эти годы, пока я училась, нас, в принципе, заставляли самосовершенствоваться. Нас учили сценической речи, сценическому бою, сценическому движению, пластики, ритмики, вокалу, танцам. В общем, всему, чему только можно, большой такой широкий такой спектр. Вот вся программа была рассчитана на то, чтобы нас усовершенствовать. Однако я понимаю, что далеко не каждому вот эту вот школу пройти удалось. И на сегодняшний день актёрские какие-то техники и какие-то вот сценическая речь, всё это приобретает такой смысл, такой характер, что это нужно не только актёрам. Вот не зря же там классик сказал, вся жизнь театра, люди в ней актёры. И вот эти вот техники, они всё больше нам становятся нужны в обыденной жизни. Поэтому я, конечно же, передаю как педагог. Уже 15 лет, как я, занялась педагогической деятельностью, работаю со студентами. И вот наработала определённые практики, наработала определённый опыт для того, чтобы передавать это другим людям. Продолжение следует...